сегодня я хочу рассказать вам про про теплицу если у вас есть теплица то вы можете воспользоваться моими советами чтобы выращивать ваши овощи да вот вот есть обычная почва и в этой почве не хватает водорода и в этой почве не хватает аниона гидрокарбоната вот как получить много водорода и много гидрокарбоната чтобы почву наш насытит анионом гидрокарбоната и И качионом водорода нам нужно поливать эту почву водой, насыщенным анионом гидрокарбоната. А водород мы должны заставить проникнуть под почву. Любой атомарный водород в течение 7 секунд сохраняется с любой молекулой. А анион гидрокарбонат сохраняется с любым тяжелым металлом. Таким образом она превращается в карбонаты, то есть обычные витамины, то есть минеральные удобрения для растений. То есть вы можете, используя древесные угли, замыкая ее с помощью сварочника-трансформатора, из древесных углей и воды, выделять много водорода. А инженеры должны придумать способ, как заставить этот водород проникнуть в почву. Вот это ваша задача, довести до этих инженеров, до разумных людей, вот эти технологии. Вот технологии изолятора молнии, потому что энергия молнии, когда падает на землю, она должна обязательно изолироваться на поверхности каменного угля. Вот сейчас каменного угля нету, потому что произошел водный потоп и вся земля утонула под водой. И таким образом каменный уголь был законсервирован в вечной мерзлоте. И в подвечной мерзлоте ждет своего часа изолятор молнии и каменный уголь. А пока этого нету, вы можете сами использовать статическое напряжение для роста ваших растений и для создания удобрений. Ну, с помощью этих, например, сварочных аппаратов. Смотрите мои видео, ищите, например, видео про удобрения, про выделение водорода. Спасибо за внимание.